В зависимости от того, каковы мотивы, потому что, например, обращались люди, вот некий пастор к Казахстанске, обращались к Калини с вопросом о том, когда умрет бабушка, у которой он арендую квартиру, потому что он ходил его настреливать. А если мотив беспокойства другому человеку, я считаю, что в данном случае вопрос корректный. Ну вот у меня корректный, да, вы сказали? Я считаю, что достаточно корректный. Ну вот у меня ситуация именно в этом плане. Это мой очень хороший знакомый, будем говорить, приятель. И он не занимается лечением, которое ему предлагают официальные предприятия, ну, госпитали, больницы. Серьезная, очень серьезная болезнь. Вот, можете вы сказать, и я действительно беспокоюсь, и это действительно очень хороший человек. Но, к сожалению, вот так получается. И хорошие люди, да, тоже болеют. И есть на это причины. Если не в этой жизни, то в прошлой жизни и так далее. Это опять же то, что называется карма. Вы хотите, чтобы я посмотрела причин, или как он будет себя чувствовать, или что он чувствует? Если можно, вот вы первый человек, на самом деле, который задал такой вопрос причину. То есть это, наверное, было бы главное... Главное, еще раз, я занимаюсь сам лично практиками, я бывал во многих местах, и очень серьезных местах. И я четко представляю о том, что все причины находятся в нас, но мы их не знаем. Поэтому мы можем проходить через эти испытания неоднократно. И вот это тот самый главный момент, который человек не хочет признавать, что он в этом виноват сам. А он где-то ищет на стороне причины. Я бедный, несчастный, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, если у вас есть такая возможность, это было бы действительно, ну, по меньшей мере, необычно. И, возможно, я бы мог как-то это озвучить когда-нибудь при случае. При неме человека, я не знаю. Я попробую. Является, ну, скажем так, причиной могут лежать в разных полях жизни человека. Я скунистка, и, скажем, есть эффективные, есть инфаркопспонты, есть физические заболевания. И, скажем так, есть страдобой, есть личные, есть действительно прокормительские. Вот здесь мы касаемся очень тонкой грани, потому что есть люди, которые верят в прошлые жизни, есть люди, которые не верят в прошлые жизни. И говорить о прошлых жизнях, в общем-то, это, ну, совершенно безответственно для гадателя, потому что нужно наговорить чего угодно, по большому счету. Либо это надо всерьез ходить, например, через холодное дыхание, через практику, да, в поле круглой жизни, и тогда об этом нужно говорить более ответственно. Но я попробую посмотреть, причина, надо будет жить в самом человеке или в его роду, а, возможно, это связано как-то с его повреждением. Сразу говорю, причина в нем, то есть род здесь непрекомен, причина в нем. На эту цифру была карта МИР, это самая старшая карта, можно сказать, в обходе. Да. Да. И теперь возникает вопрос, это болезнь заработанной кармой текущей жизни, предыдущей жизнью, либо, ну, это ненавиденная болезнь. Я бы сказала, что это каким-то образом связано с предыдущими жизнями, все-таки с предыдущими ошибками, но не текущей жизнью. И вот здесь мы как раз коснулись в этой тонкой грани, которую я, ну, не решаюсь трогать, потому что мы все-таки говорим в эфире, и я могу попробовать посмотреть, но боюсь, как бы это не было безответственно сказать. Давайте мы тогда на этом остановимся. По первому пункту я с вами согласился бы, поскольку я как бы тоже в этом чуть-чуть разбираюсь, а по второму мне кажется, что и там, и там. Ну, не знаю, где больше, вот то прошлое я не вижу, хотя сам я приверженец, изучая ведические, скажем, там, веды, и бывая на той территории, где, можно подчеркнуть, я, так скажем, верю в законы кармы и так далее. Но это лично я. Но я понимаю, о чем вы говорите. Давайте мы посмотрим тогда вопрос, чем это все закончится. Давайте. У меня в той карте показывают на прошлую жизнь, но я подумала о том, что, возможно, прошлая жизнь – это еще и его жизнь, ну, скажем, десятилетия назад. То есть он виноват. Этап. Этапы. Да, этапы. Этапы. Я вот тут, да, тут полностью, потому что есть этапы одни, есть мы все проходим через этапы, семь лет у нас меняются все клетки и так далее, это тут миллион всяких причин. Тут есть два момента. Первый момент, ну, как бы, чем, да, чем, да, закончится, и, может быть, все-таки был бы смысл идти с современными методами лечения, а не с, ну, будем говорить, альтернативными. Хотя решает, конечно же, сам человек. Ну, я вам скажу так, что, конечно, его состояние действительно не очень хуже, и он себя, ну, если так можно сказать, немного правит тем, чем он лечит на сегодня. У него есть два направления лечения, но оба они связаны с какими-то иллюзорными совершенно вещами. И, ну, я не могу сказать, что это закончится слишком неплохо, но закончится это скорее тем, что он все-таки был в больнице, и, наконец-то, ему немного помогут. Просто так. То есть наступит момент, когда близкие и родственники поймут о том, что сам он своей методикой вряд ли справится, да, но время, время, время уходит, к сожалению. Это уходит, но вы знаете, Майкл, он, видимо, немножко по банку, ходит сильный ранитель у него, потому что, или род сильный, потому что что есть, ну... Хорошо, давайте мы, наверное, последний вопрос, у меня сейчас еще одна программа должна быть, и мы немножко запоздали. Поэтому времени у нас не так много, но я полагаю так, что эта программа, которая идет сейчас, она достаточно в другом формате, вот. И я вам отдам один вопрос, а потом задам вам второй вопрос, последний, окончательный. Согласны ли вы сделать то, о чем я вас попрошу? Вот. А вопрос такой, по бизнесу, допустим, так? Да. Часто ли к вам обращаются люди, вот просто коротко, да? Часто ли к вам обращаются люди по бизнесу? В частности, к компании часто. В чем проблема, в людях или в направлении бизнеса, как правило? Часто в направлении бизнеса, во внешних условиях, ну и так же велю всех, самого человека, когда он устроит свой бизнес, он может быть к нему не готов играть неправильное обращение, но есть еще и компания, как организм, и так же как человек, она может болеть, и ее можно вылечить в разных путях, да. У меня есть очень близкий человек, который занимается бизнесом, у него абсолютно новый проект, который сейчас идет, ну несколько лет идет. Он уже, так сказать, завоевал место под солнцем, но просто переключился на другое направление. Скажите, вот этот бизнес-проект, он будет ли он успешен? И когда будет уже реализация этого проекта? Потому что проект направлен не просто на бизнес, а проект, ну бизнес – это все бизнес, так сказать. Во-первых, два слова – это busy business, busy – занятость, бизнес – это investment и profit, но смотря куда, можно вкладывать какие-то неблаговидные дела, можно вкладывать на благо обществу, и это замечательно. Но все должно иметь энергию возврата, так сказать, комбинацию, поэтому это большое и серьезное дело, которое затеял этот близкий мне человек. Ну вот такой вопрос. Как вы ответите? Я отвечаю, я же выложила карты, отвечаю, что бизнес разрастается, он расширяется, двигается в пикход, это очень экспансивный бизнес, очень рабочее направление, но в течение лет он будет активно развиваться и будет очень успешен, а после течения вашему приятелю, да, этому человеку, придется столкнуться с конкурентной средой, потому что тот бизнес, который он занимается, либо войдет в конфликт с другими видами бизнеса, ну скажем, как, например, охрана окружающей среды, в конфликт с теми, кто ее не вычет, либо он сейчас развивает бизнес, который станет популярным через несколько лет, и рынок будет полный со другими подготовителями по подобным же направлениям. И нужно будет точно, слегка ориентироваться и найти некую фишку для того, чтобы расширяться и препятствовать дальше. То есть, в принципе, вы могли бы дать какие-то рекомендации в этой связи и как устранить вот эти сложности, которые могли бы возникнуть, но через несколько лет, через два года, да? Ну, да. В целом, да. Но не сейчас этим надо заниматься, а ближе к тому сроку. Да. Я думаю, что сейчас пока я не вижу никаких здоровое тело, глубоко дышащее. Я понял, я понял. Дорогие друзья, обращаясь к нашим телезрителям, радиослушателям, мы говорим с Эльзией Хопутниковской, которая является оракулом, которая является потомственной, будем говорить так, гадалкой, и которая действительно видит то, чего мы не видим. Более того, в прошлой передаче она сказала, она, в общем-то, миллионеров практически создаёт, поэтому обращайтесь, если надо. Центр Сент-Гейтс этому способствует, пожалуйста. Центр Сент-Гейтс, конечно, шутка, но форма... Не-не-не, один случай был, давайте, как в том анекдоте, зачем нам выращивать Рабиновичей, то есть внутри, давайте выращивать Рабиновичей. Да-да, давайте. Знаете, анекдот, да? Знаете, анекдот, да? Старый, там, советский анекдот, да, там, уезжает в Израиль, там. Так вот, давайте мы... Один уже есть, второй, там, третий, и так далее. Обращайтесь, короче говоря, обращайтесь к нам, Элиса, это человек скромный. Она, видите, говорит, да нет, много не было, парочку было. Один. Один был, да? Ну, одного хватает.